Глава 28. Закон о благотворительности, закон о даче и получении. Делиться значит иметь больше. Десятина не вычитается из доходов, а умножает их. Хансен и Алан. Это, пожалуй, один из самых важных законов процветания. Что же это за закон? Закон о благотворительности, отдаче и получении. Или как говорят в народе, что посеешь, то и пожнешь. Когда же нужно сеять? Когда уже полны карманы денег или когда самому не хватает на жизнь? Некоторые говорят, вот когда буду зарабатывать больше, когда появятся деньги, тогда и буду жертвовать. А пока я сам нуждаюсь, какая может быть благотворительность? Как-то очень с трудом верится, что если человек не хотел помогать и делиться, имея скромный доход, при больших деньгах он будет щедрым. Деньги имеют способность только усиливать наши качества, которыми мы обладаем. Это значит, что если человек был прижимистым, то разбогатев, он будет жадным. А если был добрым и щедрым, то его доброта и щедрость умножатся. Это глава из моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Вы говорите, что у вас нет денег, а вы очень мало получаете, а вы хотите иметь больше денег. Тогда отдавайте, делитесь другими. Тем самым вы делитесь другими, что вы имеете на данный момент сами. Закон жизни таков. Сначала нужно отдать. Многие преуспевающие люди знают этот закон и регулярно отчисляют десятину. Как говорит Рэнди Гейдж, прочитав однажды о том, что достичь процветания и изобилия в жизни, необходимо делиться тем, что имеешь. Он жертвовал десятину с каждого доллара, и его доход стал стремительно увеличиваться. Каждый год он зарабатывает гораздо больше, чем в предыдущей. Кстати, деньги он отдает с радостью и благодарностью. Кому же отдавать? Вы всегда сможете найти того, кто нуждается в помощи, кто имеет еще меньше, чем имеете вы, и не важно, насколько мал ваш достаток. Найдите таких людей. Это не так трудно сделать. И предложите им свою помощь. Всегда помните, что 2 миллиарда человек готовы поменяться с вами местами, независимо от того положения, в котором вы сейчас находитесь. В их глазах вы богач. Когда вы постоянно думаете, что у вас мало денег, такими мыслями вы отталкиваете от себя изобилие и достаток. А когда делитесь своими доходами, вы посылаете во Вселенную сигнал. Благодарю, у меня есть деньги, я могу помочь другим. И ваше тело получает информацию. Я помогаю другим, я жертвую деньги, а значит, я их имею, я являюсь источником. Станьте дающим, делитесь другими. Помните, что когда вы делитесь, даете другим, тем самым вы заявляете миру и самому себе, что денег у вас больше, чем достаточно. И когда эта мысль укоренится в вашем подсознании, вы сможете иметь все, что пожелаете, любые блага и количество нулей на вашем банковском счету. Все для вас станет реальностью. Когда вы делитесь с позиции благодарности и изобилия, это умножает то, что вы отдаете, и деньги притягиваются к вам. И наоборот, чем крепче вы сжимаете, удерживаете деньги в кулаке, тем меньше становится приток в вашу жизнь. И всегда помните, что когда вы что-то отдаете, щедро делитесь другими, то ваше благосостояние будет расти. Вы получите еще больше, ваше благосостояние умножится, станет умножаться, умножаться и умножаться, потому что закон будет работать на вас. А вы получите, потому что отдаете. И это секрет процветания. Доброход отдающего любит Бог. А это значит, что вы делитесь с радостью от всего сердца, а не потому что хотите что-то выгодать и получить взамен. Благотворяющий нищему дает взаимы Господу. И уж будьте спокойны, и можете не сомневаться, вам воздастся сторица, и Вселенная жизнь вернет вам ваши блага преумноженными. Задумайтесь над этим словом «благотворящий человек», человек, который творит благо. Вы можете иметь огромное количество денег и материальных благ, но если вы не делитесь с другими, вы никогда не будете по-настоящему счастливы и успешны. Помните, процветание, успех и счастье – это не пункт назначения, это процесс, ваш образ жизни, ваше мировоззрение. Помните, процветание, успех и счастье – это не пункт назначения, это процесс, ваш образ жизни, ваше мировоззрение. Если вы хотите, чтобы жизнь приносила вам подлинное удовольствие и счастье, всегда помните об этом, и тогда вы сможете творить чудеса для себя и для других людей. Творите добро каждый день, помогайте тем, кто нуждается, жертвуйте туда, где вам оказали духовную поддержку. Купите продуктов тем, кому сейчас трудно, отнесите в детский дом подарки для детей, накормите бездомное животное, подумайте сами, что вы можете сделать, кому оказать помощь, станьте дающим. Встречаются и такие, кто вообще не представляет, как это отдать, еще от всего сердца. Вы просто попробуйте сделать это и убедитесь сами, как это приятно делать добро другим. «Ты просто не представляешь, как твои слова о том, что если он будет делиться, будет щедрым, то щедро и пожмет, будет иметь больше, подействуя на него», – сказала моя знакомая. Мы с ним встречаемся уже несколько лет, а он ни разу не подарил мне даже цветов. А сегодня пришел с цветами, продуктами и словами простить его, что он не делал этого раньше. Он воспитывался в семье, в которой было не принято помогать и делиться. Ему просто никто об этом раньше не говорил, а твои слова запали ему просто в душу и открыли глаза. Начните с малого. Отдавайте столько, сколько можете тому, кто нуждается, даже если эта сумма покажется вам очень маленькой. Оглянитесь вокруг себя. Может быть, вашим близким, знакомым, родственникам нужна ваша помощь или слова поддержки. Когда человек творит добро, он испытывает положительные эмоции, радость. Помогая другим, вы с удивлением обнаружите, как изменится ваше отношение к самому себе. Вы будете ощущать себя совершенно иначе, по-другому. Вы почувствуете, что преисполнено чувство благодарности за все. И это изменит ваше отношение к себе, к другим, а также ко всему миру. Кстати, это самое хорошее вложение капитала – посеять семена благотворительности и добра. И вы удивитесь, как быстро будет увеличиваться ваш урожай. Потому что этот закон работает всегда, а сейчас он также будет работать и на вас. Это ответ тем, кто достиг определенного уровня дохода и с большим удивлением обнаруживает, что никак не получается заработать больше. Это сигнал. Хотите процветать? Делитесь тем, что имеете. Жертвуйте причем. Давайте тайно, не осуждая. Дали, помогли и забыли. Не надо об этом всех оповещать. Это ни к чему. Вселенная все видит, потому что, что и сколько вы имеете, сколько отдаете. А как вы думали, вы хотите только получать, тогда происходит застой, перекрывается денежный поток. Деньги любят движение, поэтому разожмите кулак. Деньги – это всего лишь энергия, циркулирующая во Вселенной. Поэтому учитесь спокойно их отдавать и знайте. Что они обязательно вернутся к вам. Роберт Аллан, автор книги «Миллионер за минуту», оказавшись на грани разорения, задумался, что он делал не так, в чем ошибка, почему все его богатство улетучилось. После того, как он осознал, что имея богатство, нужно делиться и стал регулярно выписывать чек и жертвовать десятину, его жизнь стала меняться. Он осознал силу десятин и благодарности, и перед ним стали открываться новые возможности. Их появилось только, как он говорит, чтобы реализовать их, все надо десять жизней. Творите добро, творите благо, жертвуйте, будьте щедрыми, так как кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Делитесь, давайте с радостью, с любящим сердцем. Творите добро, и все, что вы отдали, вернется к вам стократно. Делитесь, и вы всегда будете процветать. Возьмите себе за правило каждый день спрашивать себя, что я могу сделать для других и для мира. Может быть, кто-то нуждается в моей помощи и поддержке. Помните, очень простую формулу. Чем больше мы отдаем, тем больше мы и получаем. Продолжение следует...